Привет друзья! Сегодня мы с вами будем дегустировать самые дешевые продукты из фикс прайса и выясним съедобные ли они и стоит ли их вообще покупать. Тушенка кусковая говяжья, масса 340 грамм. В составе написано, что это консервы мясорастительные. Стоимость тушенки 25 рублей. Основным компонентом в составе является соевый белок. Также еще имеется говядина и говяжий жир. Плюс к тому же имеется краситель. Изготовлены консервы в городе Троицк. Ну и вот такая тушенка. Больше это похоже на какой-то суп. Жидкости уж очень много. Это не мясо, а вот это какая-то смесь соевого белка с мясом. По вкусу это, конечно же, совсем не мясо. Как будто бы хлеб вот размочили в бульоне. Вот что-то типа такое. Также во вкусе чувствуется очень много остроты. Честно говоря, есть такую тушенку совершенно не хочется. На вкус какая-то она неприятная. В общем, мне она не понравилась совершенно. В этом брикетике находится гороховый суп со вкусом копченостей. Основным компонентом в составе является горох шлифованный дробленый. Также содержатся различные масла. Есть немножко сушеной морковки и лука. Ароматизатор бекон. То есть настоящего бекона здесь нету ни грамма. Также есть кое-какая зелень и усилитель вкуса и аромата, а также консервант. Стоимость горохового супа 12 рублей 50 копеек. По инструкции перед приготовлением его нужно размять. Ну, вообще говоря, очень такой твердый, прям как какой-то сахар. Ну и вот в итоге получился такой вот порошочек. Доводим 1,3 литра воды до кипения. Высыпаем туда этот порошок. Опять доводим до кипения и варим 30 минут. Суп сварился и получилось три вот такие тарелочки. То, что касается цвета, то цвет нормальный такой. То, что касается густоты, то суп не жидкий. Вполне съедобное такое кушание получается. Здесь мяса нету, здесь практически кроме гороха других овощей тоже нету. Если бы сварить такой гороховый суп нормальным таким, каким он и должен был бы быть, то он бы получился гораздо вкуснее. И также здесь нету никакого бекона, только лишь одни ароматизаторы. Такой суп можно приготовить, он вполне съедобный. Сельдь. Атлантическая, натуральная, с добавлением масла. Масса 230 грамм. В составе куски сельди, масло растительное, соль и душистый перец. Стоимость такой баночки составляет 27 рублей 50 копеек. Адрес изготовления город Москва. Ну и как мы видим в составе, очень-очень много опять-таки жидкости. Сейчас я выну всю рыбу и мы посмотрим сколько ее здесь. И как мы видим в банке осталось даже больше половины еще жидкости. Сама рыба, как мне кажется, не самого высокого качества. По размеру рыбинки тут такие не особо крупные. Сейчас попробую на вкус. Такое ощущение, что сама по себе изначально она была уже не очень свежей, когда из нее стали делать вот эти консервы. Такое ощущение, что она немножко была даже заветренная такая рыба. И привкус имеется такой небольшой, как будто бы ее делали вообще из какой-то вяленой рыбы. И очень много соли. Поэтому в общем мне такие консервы даже не понравились. Каша гречневая с говядиной. Масса 338 грамм. Основным компонентом в составе является вода. Ну а дальше идет крупа гречневая и так вот в общем всего по чуть-чуть. В том числе здесь содержится очень много различных добавок с индексом Е. Стоимость гречневой каши. 27 рублей 50 копеек. Адрес производства Россия, Московская область. Ну и как мы видим, здесь в основном одна отварная гречка. Мясо здесь тоже присутствует, но его очень и очень мало. И такие вот отдельные небольшие вкрапления присутствуют. Сейчас попробую на вкус. По вкусу в общем неплохо. Самая обыкновенная гречка. Только что переваренная. Мясо можно сказать, что практически совершенно не чувствуется. Потому что и визуально оно не чувствуется. Ну и во вкусе. Только что вот там было написано, что говяжий жир. Вот он наверное и чувствуется. Если взять с собой в поход, то перекус получится неплохой. Довольно таки сытный. Тут очень много вот этой крупы гречневой. В общем есть можно. Кукуруза сахарная. Масса 310 грамм. В составе кукуруза, вода, сахар и соль. Стоимость такой кукурузы составляет 27 рублей 50 копеек. Сделана такая кукуруза в Смоленской области. И видим, что здесь очень много воды. Сейчас я ее солью. В общем банка кукурузой была заполнена не полностью. По внешнему виду эта кукуруза не особо аппетитная. Цвет такой немножечко сероватый. Ну и сами зернышки тоже не целиковые. Они какие-то прям вот разрезанные пополам. Попробуем на вкус. По вкусу тоже не особо вкусная эта кукуруза. Она имеет некий металлический оттенок. Хотя по сладости она нормальная. Но все-таки более дорогая кукуруза, конечно же, и выглядит более аппетитно и повкуснее будет. Килька неразделанная в томатном соусе. Масса 235 грамм. В составе килька, томатный соус, соль, уксусная кислота и специи. Стоимость кильки в томате 25 рублей. Изготовлена в России во Владимирской области. Прям даже оттуда все вываливается как сильно. Ну и как мы видим, в составе здесь какая-то каша. Очень много жидкости. А то, что есть из рыбы, то это какая-то мелочь в общем. Рыба очень-очень-очень мелкая. И внутри вот в общем какие-то сгустки находятся. Непонятно в общем, что это тут такое есть. Какая-то рыба с чем-то она перемешанная. Выглядит просто супер неаппетитно, конечно же, это изделие. Даже, честно говоря, и пробовать-то неохота. Но все-таки надо попробовать и сказать, что из себя представляет это дело на вкус. Но на вкус, надо сказать, не так отвратительно, как на вид. Но все равно здесь рыбы очень малая. То, что есть эта рыба, она такая какая-то, мне кажется, некачественная даже. Не советую такие покупать консервы. Сухарики со вкусом ветчины с сыром. И вот такой вот длинный-предлинный состав. В общем, у этих сухариков здесь содержится куча различных вредных веществ. Стоимость сухариков 8 рублей 30 копеек. Масса упаковки 50 грамм. И изготавливается все это дело в московской области. На внешний вид они выглядят аппетитно. Сейчас попробую. В общем, если не знать, из чего они сделаны, то есть вполне можно. А как только, если прочитаешь состав, в общем, там, то сразу же аппетит пропадает. Так что, в общем, если не жалко желудок свой, то есть можно. На вкус они такие довольно-таки неплохие. В этой баночке находится красная имитированная икра. Масса баночки 113 грамм. Стоимость такой красной икры 27 рублей 50 копеек. Хоть эта икра и называется дыры моря, но в составе ничего морского я, в общем, так и не обнаружил. Здесь содержится только вода, желирующий агент, ароматизатор рыбы и краситель. Ничего натурального, ничего от рыбы в этой икре нету. Производится такая икра в городе Краснодар. На внешний вид икра выглядит неплохо, но, конечно же, на настоящую она совершенно не похожа. Тот, кто разбирается в настоящей икре, тот сразу же заметит, что эта икра совершенно другая. Даже вот сами икринки, если пригодятся, они все различного размера. Какие-то более крупные, какие-то вообще очень-очень даже маленькие, а некоторые вообще даже не круглые, а какие-то овальные. На вкус, конечно же, эта икра вообще даже какая-то неприятная. Чувствуется даже вкус растительного масла. Сами вот эти икринки, они такие желеобразные. То есть, ешь какое-то невкусное рыбное желе. Причем даже тут рыбы нету, здесь только лишь один ароматизатор рыбы. Мне такая икра совершенно не понравилась. Мультифруктовый сок родной. Мультифруктовый сокосодержащий напиток. Стоимость сокосодержащего напитка 10 рублей. В составе я обнаружил только лишь различные соки, никаких консервантов и красителей нету. Изготавливается такой сок в Краснодарском крае. Объем 0,2 литра. Ну и по цвету, если сравнить его с другими мультифруктовыми соками, которые стоят подороже, он немножко такой водянистый. Во вкусе очень сильно чувствуется лимонная кислота. Хотя вроде бы в составе ее было не очень много. Ну, в общем, пить можно, но маленькое удовольствие доставляет такой сок. Лучше, конечно же, купить какой-нибудь подороже, и он будет, конечно же, повкуснее. Шоколадная конфета Супер с шоколадом, нугой и карамелью. Стоимость такой конфеты 8 рублей 30 копеек. Масса конфеты 40 грамм. Изготовлена в городе Нижний Тагил. Посмотрим, что здесь внутри. Ну и как мы видим, действительно нуга, карамель и шоколад. Если сравнивать по вкусу с более дорогим аналогом Марс, то Марс, конечно же, гораздо вкуснее. Здесь и шоколада не очень много, и сам шоколад, он сделан с использованием заменителя какао-масла. По сути дела, это даже и не шоколад, а его более дешевый аналог. Поэтому для своей цены, в общем, качество неплохое. Ну, конечно, более дорогие шоколадные батончики будут повкуснее. Молочный коктейль со вкусом клубники со сливками. В составе мы видим молоко, а также различные ароматизаторы и краситель. Стоимость молочного коктейля 18 рублей 30 копеек. Изготавливают такой коктейль в Удмуртской республике. На вид он имеет красивый розовый оттенок. По запаху сразу же чувствуется, что там все искусственно. Все компоненты это красители и ароматизаторы. В общем, никакого такого натурального запаха нету. Сейчас попробую. Ну и по вкусу здесь тоже, в общем, чувствуется сразу. Так вот, в общем, резко и отчетливо, что здесь только лишь одни искусственные компоненты. В общем, ничего натурального во вкусе не чувствуется даже. Так, в общем, вкусно, пить его можно, но минус только в том, что здесь ничего натурального. Друзья, если вам понравился такой обзор, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!